Этот видеоурок будет посвящен игре на баяне аккордами. Многие ученики спрашивают меня, как сыграть на баяне мелодию не в одну нотку, а взяв аккорды, или играть мелодию аккордами. Давайте сейчас попробуем немножечко в этом разобраться. Ну, предположим, у нас есть мелодия «Калинка, малинка, калинка моя», припев такой. В ля-минория начинается она от ноты ми. Ноты, значит, здесь такие. Для того, чтобы нам построить аккорды и сыграть эту мелодию аккордами, нам нужно понять, какие именно созвучия нам требуются. Для этого мы можем понять это, проанализировав левую руку. То есть, что мы в это время нажимаем в левой клавиатуре. Итак, значит, во время того, как мы идем по нотам, значит, ми, ре... Вот до этого момента у нас все время звучит гармония ми-септаккорд, или ми-мажор. Тоже здесь будет созвучно. Потом... Последняя нота у нас переходит на гармонию ля-минор. Давайте разберемся, какие у нас имеются звуки в составе аккорда ми-септаккорд. Для того, чтобы это сделать, нам... Ну, прежде всего, конечно, это нота ми, потому что ми, да, септаккорд и так далее. То есть, для того, чтобы это сделать на интуитивном уровне, нужно такой эксперимент произвести. Единственное, что сейчас не смогу это продемонстрировать, так как у меня электронный инструмент. На акустическом, если мы нажимаем этот аккорд, и нажимаем его сначала, ну, немножечко, то есть не полностью палец продавливаем, а буквально вот на четвертую часть клавиши у нас начинает звучать один какой-то звук из этих трех. Если он начал звучать у нас, то мы сразу можем найти его на клавиатуре, да? Потом прижимаем еще более глубже левую клавишу, и появляется второй звук, и за ним третий. И так по очереди мы их ищем на клавиатуре, они где-то находятся близко друг от друга, между собой, рядышком. Вот. И таким образом мы получаем состав этого аккорда. Ну, скажу, значит, что в ми-серто-аккорде участвуют такие ноты, значит, как ми-соль-диез и си-си. Стало быть, нам нужно этот аккорд соединить с нашей мелодией. То есть во время того, как мы играем, нам нужно взять аккорд ми-мажор. То есть мы берем на четвертый аккорд и оставшимися пальцами пытаемся доиграть мелодию. Вот. Ну, получается не очень так гармонично, да? Мелодия из-за этих низких звуков практически у нас исчезла. Попробуем сделать такую вещь. Попробуем не держать этот аккорд, а на каждую нотку его именно снимать и обратно ставить руку. Получается такая вещь. Такая вещь. То есть на последнюю ноту, стало быть. Здесь нам нужно взять аккорд ля-минор. Предыдущим способом проанализируем ноты, значит, состав аккорда ля-минор. И поймем такую вещь, что у нас здесь такие ноты присутствуют. Это ля, до и ми. Это основные три ноты состава аккорда ля-минор. И что мы видим? То, что нота ля, она у нас находится, в общем, в начале этого аккорда. Что не очень благоприятно для самой мелодии. Так как для наилучшего звучания мелодия должна у нас всегда быть вверху. То есть вот в этой части. То есть уже выше мелодии. Но я имею в виду выше по звучанию. По клавиатуре это кажется как будто все ниже. Вот. Уже ничего не должно быть. Иначе это плохо прозвучит. Соответственно, ноты ля-ми мы просто переносим вот сюда. В нижнюю часть клавиатуры. То есть до мы берем вот здесь. Вот ми берем здесь. А ля у нас присутствует в мелодии. Что у нас получилось? Значит, играем. Все сначала. То есть вот у нас ля в мелодии. То есть мелодия у нас сохранилась. И плюс мы добавили еще к ней аккорды. А теперь сыграем это все с левой рукой. И послушаем, что у нас получилось вместе. Вот такое вот произведение. Спасибо.